По сувенирам, представленным на главной туристической улице Киева, Андреевском спуске, можно изучать основные политические тренды и истории Украины. Реставратор Григорий Бедун каждые выходные выставляет здесь свою коллекцию антиквариата. Бюст Сталин у него соседствует с изображением Иисуса Христа и шкатулкой с немецкой свастикой. Я коллекционер и традиционного украинского антиквариата и другого, потому что это не культура, это наша история, трагичная история. Однако многое из того, что выставлено у Григория на продажу, попадает под запрет по новому закону о декоммунизации. Свергать памятники советского периода в Украине стали еще во времена Майдана. Тогда снесли памятник Ленину на Шевченковском бульваре. Сейчас на месте бывшего монумента пустой пьедестал. А новые украинские чиновники решили начать новую страницу украинской истории с борьбы с советским прошлым. Активно этим занимается Институт национальной памяти, офис которого по иронии судьбы расположился в бывшем здании советского КГБ. Мы сказали, что окружает человека, так или иначе формирует восприятие человеком действительности и в некоторой мере формирует и какие-то общественные ценности. Потому что мы говорим не просто о каких-то кусках гипса, бронзы или какого-то другого материала, из которых сделал Ленин или другой вождь мирового пролетариата. Мы говорим о том, что эти памятники несут какие-то ценности, которые абсолютно противоположны тем, на которых мы хотели построить независимую Украину. До 21 февраля в Украине должны быть переименованы все старые советские названия улиц и населенных пунктов. А также демонтированы памятники советским вождям и сняты все гербы СССР. По разным подсчетам, процесс декоммунизации обойдется Украине от 200 до 600 миллионов долларов. И не у всех украинцев он находит понимание. Декоммунизация в какой стати. Она тут все коммунизация, все настроила. Все каналы, все фабрики, все заводы построила. Теперь надо на все наплевать, чтобы казаться лучше, чем коммунисты. Фигня. У меня девушка в ссылке была, бабушка в ссылке, все родственники в ссылке были при коммунизме. И раньше относился к нему отрицательнее. Урбанисты уверены, полностью избавиться от советского наследия в городах, построенных или перестроенных при советской власти, просто невозможно. Мне кажется, что просто все переименовать и забыть, и понемножку выдергивать память о каких-то особенно трагических событиях, это неправильный подход. Нужно полностью, планомерно это изучать, издавать книги, литературу, проводить конференции. Если уже вводить цензуру, назовите ее словом «цензура». Понятнее будет. А то мы говорим о том, что мы строим какое-то европейское общество, и у нас больше никогда не будет цензуры, и вводим цензуру, не называя ее цензурой. Один из самых крупных украинских художников, автор знаменитой картины и Ленин, такой молодой Александр Ройтбарт, считает, что коммунизм полностью себя изжил. Поэтому смысла запрещать советскую символику он не видит. Однако по логике закона о декоммунизации, Ленин, снимающий трусы на картине Ройтбарда, может показаться кому-то достаточно соблазнительным, а значит пропагандирующим коммунизм. Хоть автор и не ставил перед собой такую задачу. Беата Бубенец, Киев, для настоящего времени.